Маленькие Кости вместе с мамой сегодня в больнице. К счастью, без особых жалоб. Выдался свободный час, пришли на профилактический осмотр к стоматологу. Своему лечащему доктору из 14-й поликлиники доверяют на 100%. А благодаря тому, как преображается медучреждение, признаются, теперь будут заботиться о здоровье еще с большей охотой. Заметили, что происходит изменение в нашей поликлинике в 14-й, в любимой. В лучшую сторону находиться стало гораздо приятнее, красиво. Для детей очень много интересных мест, ярких, где они могут задержать внимание. Ну и родители немножко разгружены стали. А ведь обновления еще не полностью завершены. Приятный дизайн, раздельный картотека и регистратура. Коляску можно оставить в специально отведенном месте. Новый гардероб, кабинет для кормления и зона комфортного пребывания. Остались последние штрихи. Доделать санузел для маломобильных посетителей. Завести мебель и расставить оборудование. Компьютеры, аппараты УЗИ. Уже к концу года бережливая поликлиника, так звучит название проекта, сможет заработать в полную силу. Но главная миссия проекта даже не в эстетике, а в том, чтобы первичная медицинская помощь стала еще доступнее. Были введены новые должности. До этого не было в штатах поликлиники. Это администратор зала, это дежурный врач. Поэтому все население, они шли с любым обращением, они шли к своему врачу. А теперь мы разделили потоки. И кто идет по предварительной записи, значит, они идут к своему участковому педиатру. А те, которые сейчас появились, ему надо обязательно в этот день попасть к врачу, они уже идут к дежурному врачу. Навигация, телемедицина, электронная запись, все позитивные изменения в поликлинике благодаря нацпроекту здравоохранения. Он реализуется в Самарской области под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Бережливее в этом году станут 78 детских и 15 взрослых областных поликлиник. Открываются такие поликлиники не только в городах, но и в селах.